На этот праздник было потрачено несколько миллионов родительских рублей. Выпускной в этом году организаторы постарались сделать более современным, но в главном он был неизменен. Это своеобразная ярмарка тщеславия. Готовились, может быть, в месяц в пять за выпускной. Ну, пока искали платье, там, все остальное. Каждая выпускница хотела выглядеть на своем первом жизни в взрослом балу, как королева. Хотя все время быть на высоте под палящим солнцем в Соборной площади – дело не из легких. Поразить остальных тут можно было, разве что придумав нечто необычное. Захотелось быть не похожа на всех. Молодые люди в своих попытках быть оригинальными не отставали от выпускниц. Будущий юрист, мечтающий об учебе в МГУ, так прощался с детством. Это мой последний штрих в моей детской жизни, моего самовыражения как подростка. В наше время все-таки выпускной проходил по-другому. Мы одевались более скромно, нормальные обычные костюмы и тоже были красивыми. Почти 20 минут праздника потратили на то, чтобы повязать ленты медалистам. И впервые в этом году участвовали на площади. Они вручали знаки отличия скромно в своих школах. Лучших было столько, что все даже не уместились на сцене и выходили партиями. Очень хотелось получить медаль, хотя бы ради того, чтобы понять, что учился я не зря все эти 11 лет. И впервые вместо школьного вальса современный флешмоб получился. Может быть не у всех синхронно, но зато от души. Школьный бал самый яркий, самый запоминающийся, самый первый.